...снял заседание Открытия Государственной Думы. Почему такой разрыв? Ну, на самом деле, конечно же, кино в России снимали, но на российском рынке работали исключительно французские операторы, чаще всего это были операторы, в данном случае я имею в виду посовщики услуг. Ну, это на самом деле, прежде всего, была фирма Патэ, которая вытеснила с рынка, ну или не отдала большой доли для французской же компании Гамон, и которая вытеснила полностью с рынка кинокомпанию Люмьер. Они делали, мало того, что они делали всю русскую кинохронику, где-то до как раз-таки где-то 1927-1928 годов, они еще и снимали псевдорусское кино, то есть с иностранными актерами снимали фильмы как бы на русские темы, но на самом деле это была обычная продукция, для которой они делали интертитры на русском языке. И в Россию эти фильмы заходили уже типа как бы как фильмы российского производства. Кончилось это все тем, что русский предприниматель Дранков снял в 1908 году фильм «Понизовая вольница», он же экранизация песни «Из-за острова на стрежень на простор речной волны». Это был первый русский художественный фильм, который был действительно снят русским режиссером, русским кинопромышленником, и, что называется, понеслось. Ну и еще одно важное событие произошло, оно, правда, произошло летом 1905 года, в тот день Харунжи Перводонского казачьего генералиссимуса князя италийского графа Суворова Рымникского полка Александр Ханжонков первый раз попал в кино. И оно произвело на него такое впечатление, что он, недолго подумав, вышел в отставку, получил реверс, был он тогда человеком неженатым, а господа офицеры, часть их зарплаты отчислялась на специальный счет, где деньги хранились для того, чтобы этот самый офицер при женитьбе не испытывал проблем с какой-то суммой, которую хватило бы на заключение брака. В случае увольнения до того, как женился, можно было эти деньги забрать, это называлось реверс. Он забрал свой реверс, там было несколько тысяч рублей, и поехал покупать оборудование, ну, вообще изучать рынок кинопроизводства. И вскоре Ханжонков стал одним из ведущих кинопроизводителей России, одним из столпов русского кинобизнеса. Он был не один, но, во-первых, он был наиболее упорядочен, он наиболее серьезно относился к кинематографу как к гуманитарному виду искусств. И, наконец, Ханжонков оставил большие подробные мемуары, в которых писал, как развивался русский кинематограф в первые годы. Советую его найти. В интернете, по крайней мере, точно есть издание его книги 30-х годов. «Первые годы русской кинематографии» называется эта книга. Обязательно ее почитайте. Ханжонков одним из первых, то есть он снял первый русский полнометражный фильм. Это фильм эпический, киноэпопея «Оборона Севастополя». Это был фильм, на который высочайшим повелением выделялись войска для съемок батальных сцен крупных. Это был фильм, на который был выделен впервые специальный военный консультант, который следил за тем, чтобы все было сделано как нужно. И, наконец, по требованию вот этого военного консультанта, фильм снимался в Севастополе, в тех местах, где происходили непосредственно сами сражения. Причем Ханжонков не смог объяснить своему этому военному консультанту, распоряжения которого не оспаривались. То есть это была последняя инстанция, которая принимала решение. Ханжонков не смог объяснить, что для того, чтобы снимать кино про Крым, можно его снимать, в общем, под Москвой совершенно спокойно. И привело это, в общем, к тому, что фильм оказался очень дорогим. Но поскольку Ханжонков был не только кинопроизводителем высочайшего уровня, он еще был и кинодистрибьютором высочайшего уровня. То есть он первым начал предпродажи фильма другим прокатчикам, кроме того, что у него были свои кинотеатры к тому времени, у него были уже свои киностудии к тому времени. Он на этом фильме собрал очень большие деньги. Значит, соответственно, Ханжонков продолжал дальше делать большие фильмы. И одновременно он и его конкуренты развивали кинохронику. Оказалось, что у русского зрителя к кинохронике очень большая симпатия. Поскольку телевидения в это время не было, радио тоже и новости, в общем, могли быть получены только из газет или журналов, то кинохроника стала такой штукой, которая доводила до людей события, которые происходили по всему миру. Изначально кинохронику в Россию привозили те же самые студии ПАТЭ, те же самые студии ГАМОН и многие другие. Но в конечном счете производители русской кинохроники, русских киножурналов начали выходить на первое место. И война у нас еще не началась, но в игре появляется еще одно действующее лицо. Это так называемый Скобелевский комитет. Значит, он появился в ноябре 1904 года и первоначально назывался комитет имени генерала-адъютанта Скобелева для выдачи пособий, потерявшим на войне способность к труду воинам. Потом его переименовали просто в Скобелевский комитет по печенье о раненых. Значит, чем он занимался? Это была благотворительная организация, которая действительно зарабатывала деньги всеми возможными способами и тратила эти деньги на поддержку инвалидов. В частности, она была создана как раз когда шла русско-японская война. На нее было дано высочайшее соизволение. И это была далеко не единственная благотворительная организация такого рода в Российской империи, но Скобелевский комитет вскоре переплюнул всех. Значит, чем он, в принципе, занимался? Это был сбор средств путем добровольных пожертвований. Капитал составлялся из ежегодных денежных взносов лиц всех сословий, кружечного сбора. Это когда люди собирали деньги на углах, стояли люди с кружками, точно так же, как сейчас собирают деньги на какие-то благотворительные мероприятия. Богатые люди жертвовали, например, свою усадьбу, в которых устраивали приюты для инвалидов. Ну и после того, как в 1908 году Скобелевский комитет получил не просто благословление, а патроном его стал сам Николай II, то перед организацией открылись вообще неограниченные возможности. И Ханжонков тот же вспоминает, что комитет, например, выбивал по пять копеек с каждого матраса пассажиров поездов первого класса. То есть с каждого, грубо говоря, вы платите за белье, и с каждого вот этого белья пять копеек уходило на нужды Скобелевского комитета. А при этом это была, ну скажем так, мягко говоря, не монашеская организация, она еще проводила благотворительные балы, те самые разговоры в пользу бедных, на которых тоже производился сбор. Они продавали всякие жетоны, значки, открытки, огромное количество открыток, изображающих русских воинов, какие-то боевые сценки, ну какие-то патриотические рисунки. Это все продавал Скобелевский комитет, и денежки с этого дела шли очень часто в карманы тех, кто этим комитетом руководил. Значит, это была организация, которая была совершенно четко про коммерцию. Это была организация, которая, как только появлялась какая-то новая лазейка, она в эту лазейку сразу входила, и отказать ей было нельзя. И еще до Первой мировой войны она начала потихоньку заниматься кинематографом. На тот момент она выступала еще как заказчик, и в частности тот же самый Ханжонков по заказу Скобелевского комитета снял в 1913 году фильм под названием «Балтийская эскадра». Это был хроникально документальный фильм, он состоял из 14 частей, но на самом деле Ханжонков в него собрал, ну что-то снял, тем более опыт съемок флота у него был, когда он делал фильм «Оборона Севастополя», что-то там добавилось из кинохроники русско-японской войны, но это был такой постановочно-монтажный фильм. Каждая из него частей, она демонстрировалась еще ко всему прочему, как отдельный фильм, там было 14 сюжетов. Ну, сюжеты были какие? Либо показывали, как красиво эскадра плавает по морям, большинство хроники снятой, вот если вы видите там хронику, например, на которой есть русские броненосцы, типа Андрея Первозванного, например, и так далее, это все снято для этого фильма, это иногда бывает в разных документалках. Либо это какие-то пляски матросов, ну то есть такие вот не связанные между собой сюжетики, каждый из которых еще и демонстрировался как отдельное произведение кинематографа, и с этого имели деньги все, и Ханжонков, который получил заказ, и у которого был прокат, естественно, Скобелевский комитет, вот, кажется, у нас появляется электричество, я надеюсь, оно появится везде, вот, и, в общем, все были довольны. И тут начинается, собственно говоря, Первая мировая война, которая для многих стала неожиданностью, в том числе она стала неожиданностью и для работников кинематографа. На тот момент, на тот момент, как минимум один кинематографист русский, но он не совсем русский, имел опыт съемок боевых действий, это был кинооператор студии фирмы, точнее, братьев Патте, Джордж Эркл, которого в России называли Георг Эрколь, он впоследствии будет даже осуществлять даже воздушные съемки, заработает два георгийских креста, это англо-французский такой джентльмен, ну, английский подданный, но, тем не менее, вот он заработал такие вот русские награды. У всех остальных, естественно, никакого опыта не было. И в тот же момент практически все военные съемки по указу военного ведомства были переведены в область ответственности как раз-таки того самого Скобелевского комитета. То есть, мало того, что Скобелевский комитет должен был все это организовывать, он еще должен был заниматься цензурой, ну, то есть, вот это все должно было цензурироваться каким-то образом и организовывать сам процесс съемок. То есть, кинооператоры должны были ехать куда-то туда, куда их направят, а не просто там шляться в прифронтовой зоне и снимать все, что попало. Но пока до фронта не дошло, первые съемки были организованы непосредственно в Москве и в Санкт-Петербурге. Я сейчас вам озвучу названия картин, которые были сняты. Сейчас, одну секундочку. Сейчас я скажу, как они назывались. Фильмы были следующие. Пленные в Москве, раненые воины в Москве, мобилизация лошадей в Москве, молебствие на Красной площади по случаю дарования новой победы, падение перемышля и так далее. Но самые первые съемки производились в дни, когда Николай II, собственно говоря, оглашал свой, обратился, так сказать, к населению Санкт-Петербурга с балкона Зимнего дворца и провозгласил, что Россия вступает в войну. Это были самые первые съемки. Что произошло дальше? Дальше кинооператоры поехали, собственно говоря, снимать войну. Здесь начались очень большие проблемы. Дело в том, что аппаратура и пленка были только иностранные. Чаще всего это были камеры фирмы ПАТЭ, на тот момент уже стандартизированные под пленку 35 миллиметров. Но оборудование у кинооператора, которых называли тогда еще засъемщиками, были засъемщики, а были так называемые, сейчас я скажу, как это называлось, это очень красивое название, а были еще так называемые демонстраторы. Демонстраторы – это те, кто занимался прокатом. Причем они были переезжие демонстраторы, поскольку путешествовали, пока не появлялись стационарные кинотеатры, они путешествовали по городам со своими кинопрограммами и показывали народу те фильмы, которые у них были. Эту историю в фильме «Гори, горе, моя звезда» очень хорошо над этой историей поиздевались, когда у человека всего-навсего один фильм, и он его в разных местах показывает с разным текстом, с разными комментариями. Так вот, оборудование у кинооператора весило порядка трех пудов. То есть это тяжелая кинокамера, на которую нельзя было снимать с рук, то есть она могла работать только со штатива. Электрических камер еще не было, электроприводы только начали еще изобретать, поэтому оператор должен был равномерно крутить ручку, почему равномерно, для того, чтобы изображение потом на пленке не оказывалось какими-то рывками. И поэтому, когда мы видим сейчас старые вот эти вот кинопленки, мы видим, что действия происходят в чуть-чуть ускоренном темпе. Почему это происходило? Потому что оператор не мог крутить ручку достаточно быстро, как известно, нормальный темп – это 24 кадра в секунду. вот у операторов, которые работали вот на такой ручной крутилке на ранних аппаратах, потом это дело компенсировали механикой. Ну, получалось так, что он выдавал где-то 16-18 кадров в секунду снимал, поэтому действие происходило несколько в ускоренном виде. Только сейчас, вы это, наверное, видели на Ютубе, вот эти вот кинопленки начали с помощью цифровой обработки доводить до нормального темпа, и люди на них стали двигаться, как нормальные живые люди, и изображения начали утрачивать свою былую, скажем так, красоту и былое веселье. То есть они стали двигаться нормально. Так вот, собственно говоря, у оператора есть ящик, он еще загружен, ну, может быть, там ассистент носит пленку, мы точно не знаем, может быть, он сам носит кофр с пленкой. С рук он снимать не может. Оператор нормальной камеры, на которой можно было снимать с рук картинку, появились только в 1929 году. Это кинокамера фирмы Howlin'Bell под названием IMO. Это уже кинокамера, на которой была снята практически вся Великая Отечественная война. Ну, соответственно, оператор либо снимал просто статичную картинку, либо как-то вот так вот ворочил камеру, чтобы хотя бы снять хоть какую-то панораму. И вы это прекрасно видите на кинохронике, которую, я надеюсь, вы сегодня все-таки увидите, вы заметите, что камера практически всегда неподвижна относительно картинки, которую она снимает. Соответственно, поскольку у оператора не было никакого темпа, он не мог бегать, он даже наклонить камеру, в общем, не мог, потому что она тяжелая и разбилась бы. Ну, люди пытались всякие ухищрения применять. Например, тот же самый Оркел, он изобрел специальный щиток для того, чтобы можно было снимать из окопов и не получить в лицо пулю, но это уже будет потом. Ну, так или иначе, выбора было мало. Вот тебе камера, вот тебе картинка, снимай, выкручивайся как хочешь. Как выкручивались? Что снимать? Ну, снимать можно было при таком раскладе либо передвижения войск, либо работу артиллерии, потому как пушки тяжелые, они с места на место не переезжают, либо какие-то статичные постановочные сцены. Поэтому вы, когда будете смотреть там кинохронику Первой мировой войны, ну, не здесь, ну, в другом месте где-то посмотрите, вы, например, увидите сюжеты типа, например, «Танцы наших черкесов». Или там солдаты на привале пляшут в присядку, или солдаты едят из котелков. То есть сюжеты такие совершенно примитивные. Или там что-то, какая-то сцена в военном госпитале. Камера всегда стоит. Вот Чарли Чаплин несколько позже, когда начал снимать свой фильм, он для того, чтобы получить эффект качающейся палубы, он, например, действительно строил вот такой какой-то кусок декорации, который качался. Камера при этом стояла на месте, ее качать было нельзя. В общем, технологии, к сожалению, пока не позволяли делать то, что делают сейчас люди, не имеющие никакой подготовки. Ну, соответственно, качество пленки было соответствующим. О нем мы еще поговорим. Ну, и качество оборудования было тоже соответствующим, потому как оптика совершенно не дотягивала до современных требований. И поскольку оператор, ну, никак до проявки пленки не мог увидеть, что вообще он наснимал, все, так сказать, отдавалось на, что называется, божий промысел. Получится или не получится. Так вот, операторы сняли все, что происходило в городах, в сотый раз показали людям какие-то марши, парады, еще что-то. Но, тем не менее, картинка нужна. И здесь вот начались проблемы, потому что мало иметь хорошую кинокамеру фирмы ПАТЭ с кинопленкой, надо еще что-то такое снять. И здесь вот возникли трудности. Началось все со скандала. Вернее, скандал возник через год, но, видимо, это был первый скандал, когда исполнителей поймали, что называется, на горячем. Фильм «Бой» в Рижском заливе. Был выпущен на экраны города Ревеля 29 сентября 1615 года. Прокат на производственной конторой Хохловкина. Хохловикина, простите. Это была такая не самая шикарная фирма. Это был не Ханжонков, это был не Дранков. Вот, собственно говоря, началось. Значит, первое видео, которое вы видите, это фильм Владислава Старевича. Это отца кукольной мультипликации, великого кинематографиста. Значит, он был призван в Скобелевский комитет. Сейчас об этом подробнее расскажу. Стал сотрудником Скобелевского комитета. И он, собственно говоря, снял сказку-аллегорию о страданиях бедной Бельгии. Бельгия, как известно, пропагандой в Первой мировой войне. Ну и немцы там действительно натворили много плохого. Там были массовые расстрелы бельгийцев, которые пытались оказывать сопротивление. И зверства немцев в Бельгии, они использовались очень активно в начале Первой мировой войны для пропаганды всеми сторонами конфликта. И британцами, и русскими, и французами. И вот «Бедная лилия». Вот такой вот аллегорический фильм, как всегда, с кукольными насекомыми. Как любил это делать Старевич, он снял. Это на самом деле, я сейчас прервусь, немножко отойдем мы от Рижского залива. Значит, на самом деле, это вот единственный художественный фильм о Первой мировой войне, который я смог обнаружить. На самом деле, сейчас выявлено больше 70 таких фильмов. Это, как правило, была пропагандистская продукция очень низкого качества. Ханжонков тот же самый про это пишет, что да, фильмы снимали, но фильмы были очень низкого качества. Названия у них были примерно вот такие, у этих фильмов. «В огне славянской бури», «Махмудкины дети», «Сестра милосердия», «Слава нам, смерть врагам», «Подвиг казака Крючкова», «На защиту братьев славян», «В борьбе народов», «Графиня шпионка» и так далее. То есть, производство было налажено по полной программе. Сначала эти фильмы пользовались популярностью. Не забываем, что в тот момент кинематограф еще не перестал быть балаганным аттракционом, и люди, в общем, шли смотреть все подряд. Но уже в 15-м году интерес к такого рода продукции пропал. И мы на самом деле не знаем ни одного шедевра, который мог бы каким-то образом остаться в памяти народной. Причем нету таких шедевров ни в британском кинематографе, ни в немецком кинематографе. Это была такая совершенно сиюминутная пропагандистская жвачка. Ну, тем более, что для современного зрителя вообще смотреть художественные фильмы тех времен, если это не какой-то шедевр, их смотреть затруднительно. Впрочем, шедевры затруднительно смотреть тоже. Попробуйте, посмотрите фильм Гриффита «Нетерпимость», который там в те времена люди на нем цепенели, теряли контроль над собой, впадали в эмоции. А сейчас вы просто-напросто не выдержите это замечательное зрелище. Друзья, если можно, на следующий файл переброситесь, пожалуйста, потому что эта лилия долго будет идти. Ну, в общем, тут все понятно. Так вот, вот теперь вы получаете ту кинохронику, которую можно было снять теми техническими средствами, которыми это можно было снять. Это вот в штабе генерала Брусилова ходят господа офицеры, смеются, радуются и так далее, стараются не выйти из кадра при этом, потому что камеру не повернуть, скорее всего, она стоит на жестком штативе. Так вот, а я пока продолжу вам рассказывать печальную историю фильма «Пробой в Рижском заливе». Так вот, этот фильм смонтировали из инсценированных фрагментов русско-японской войны, а также съемок военных учений 13-14 годов, французских, итальянских, английских военных кораблей и подводных лодок. Январский 15-го года номер журнала «Синефоно» писал, в кинематографах часто демонстрируются эпизоды из происходящей войны. Картины эти не являются фотографическими снимками из событий, а инсценированы, но сделано это с такой реальностью и подробностями, что картины часто производят на зрителей при демонстрировании тяжелое и нежелательное впечатление. Ввиду этого сделано особое распоряжение, чтобы картины военных событий представлялись бы предварительно в военно-цензурное отделение, предштабе от которого будет зависеть разрешение на демонстрирование такого ряда картин перед публикой. Ну, то есть понятно, что начались так называемые досъемки. Ну, надо сказать, что чтобы немного оправдать киноделов того времени, надо сказать, что постановочные кадры, например, в кинохронике советской 41-го и 42-го года это совершенно обычное дело. Не можем снять что-то быстро, значит, проще и быстрее сделать какой-то постановочный сюжет, тем более, что кинохроника сейчас нужна. Ну, тем не менее, на фронт выезжают нормальные, честные операторы, начинают что-то снимать. Что они снимали, вы увидите. Здесь, в принципе, нет никакого смысла пересказывать, ну, потому что картинка, она говорит сама за себя. Вы увидите приблизительно то, что я вам сейчас сообщил. Ну, естественно, для историков даже такая статичная, вот пленная австрогерманского фронта, для историка даже такая вот статичная, ну, и, в общем, с нынешней точки зрения неинтересная картинка, это все равно хорошо, потому что это документ эпохи, даже если это постановка. В этом нет ничего страшного. Вот. Одновременно пришлось преодолевать следующие запреты касательно художественного кино. Еще в 1910 году было запрещено показывать в игровом кино высочайших особ иностранных держав и офицеров русской армии. А нам надо, например, снять фильмы про то, как там казачки нашего Вильгельма II захватили в плен. В общем, от этих запретов начали постепенно отходить. Но, как я уже сказал, где-то через год после начала войны интерес к военно-патриотической продукции в игровом кинематографе он практически полностью угас. Но людям было просто на это уже неинтересно смотреть, тем более, что с фронтов доходили какие-то реальные вести, были уже фотографии, которые делались с мест сражений. Приходила иностранная кинохроника, те же самые фирмы «Гамон», «Паты» и прочее, они тоже давали свою кинохронику. И было понятно, что кинохроника просто-напросто и интереснее, и злободневнее, но и в конце концов всегда был шанс в кинохронике увидеть каких-то родных людей. Такие случаи бывали и тогда. А вот эта пропагандистская продукция перестала работать, тем более, что люди вообще не очень понимали, зачем ведется эта война, и в какой-то момент они просто-напросто на пропаганду вообще перестали реагировать. Это касается не только России, надо сказать. Нужно сказать, что кинематографисты, у них тоже начался изначально честный такой патриотический подъем. В частности, тот же Ханжонков вспоминает, что он как раз, когда война была, он находился на лечении, у него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, он вернулся, и в это время кинофирмы создавали, начали создавать госпиталь имени кинематографии, так называемый, ну, то есть благотворительный госпиталь, который оплачивался со средств, получаемых от проката. И вот он пишет, что вот как уменьшались отчисления, в сентябре 2014 года на лазарет от добровольных взносов поступило 5 921 рубль 78 копеек, в октябре 5 122 рубля 9 копеек, в ноябре 4 138 рубли 18 копеек, в декабре 2 144 рубля 9 копеек, в январе 15-го года 1901 рубль, и, наконец, в феврале 952 рубля. То есть вы видите, что на благотворительность стали отдавать все меньше и меньше и меньше. А при этом сам Ханжонков, он для своего госпиталя, например, для госпиталя, он отдал свою квартиру. Ну, квартира это не то, что мы сейчас имеем в виду, это, скорее всего, этаж в доме на Савинском подворье. Мы можем задать вопрос, наверное, это потому, что кинематографисты стали зарабатывать меньше. Это не так. В кинематографе начинается взлет. Дело в том, что одновременно с началом войны царское правительство кровавое ввело на территорию Российской империи сухой закон. И законопослушным гражданам стало нечего делать по вечерам. И люди стали больше ходить в кино. А, соответственно, кинематографисты стали больше снимать. И более того, открылось еще больше кинотеатров. Если перед войной в России было порядка 1400 кинотеатров, то в 1916 году было уже 4000. в 2014 году на кино был введен налог. И, например, билеты, которые стоили 50 копеек, это дорогие билеты, обычно билет стоил от 5 до 10 копеек, сумма до 30 копеек налогом не облагалась. Так вот, с 50 копеек налог 5 копеек, билет, если стоил 8-10 рублей, это очень дорогие роскошные кинотеатры, что называется, с ложами, с хорошими креслами. С 8-10 рублей шел сбор в 2 рубля. И, если билеты стоили еще больше, но это я даже не знаю, что там человек получал за билеты в такую цену, которые стоили больше 10 рублей, там автоматически отчислялась на налоги пятая часть. Вот. То есть, кинематограф зарабатывал огромные деньги. В 1916 году ежедневная еще раз посещаемость всех 4 тысяч кинотеатров скорее всего вместе с кинопередвижками, которые тоже ездили по стране, научились работать с кинопередвижками, они в сельскую местность тоже возили какое-то кино, это 200 тысяч человек. 200 тысяч человек. Я хочу заметить, что сейчас на всей территории России кинотеатров вряд ли наберется больше полутора тысяч, чтобы вы себе понимали. Эти кинотеатры не всегда хорошо заполняются. Итак, 200 тысяч человек, которые платили налог ежедневный, 30 тысяч рублей. Это те царские рубли, это действительно фантастические совершенно деньги. Я не смог бы, наверное, сейчас каким-то образом их во что-то пересчитать современно. Деньги действительно были огромные. Одновременно начались проблемы. Для начала, всего через год после начала войны, кровавое царское правительство, кровавый царский режим наконец-то запретил немецкие фильмы. Все это время, год войны, в прокат приходили немецкие фильмы. Немцы особенно славились своими салонными мелодрамами, пользовались большой популярностью. чтобы было понятно. Естественно, чемпионы это французы, потому что у них самое крепкое кино, а затем немцы с своими мелодрамами. Итальянцы занимались подстановочным дорогим кинематографом. Сейчас слово итальянский блокбастер звучит, конечно, вызывает у людей смех, но в десятые годы 20 века действительно итальянцы были именно по уровню постановочных фильмов, из римской истории, из истории христианства, всякой такой околофантастикой, они действительно были на первом месте. Спецэффекты и прочее, прочее, прочее. А вот американский кинематограф не пользовался в России вообще никакой популярностью, поскольку проблемы американских пастухов в шляпах они вообще жители Российской империи не очень интересовали. Но другой вопрос, что если шли там какие-то шпионские или полицейские боевики, это еще более или менее шло. Ну и комедии, конечно же. Вот. Ну, раз немецкое кино запретили, его, конечно, показывать нельзя, поэтому немецкое кино показывали под видом шведских или датских фильмов. То есть и завозили их, естественно, контромандным путем через десятые руки, но граждане без немецкого кино в общем не остались. но здесь произошла еще одна беда. В России стала заканчиваться пленка. Поскольку пленку Российская империя свою не производила, а привозили ее либо из Франции, либо из других европейских стран, а американцы еще пленкой тоже не очень, ну, начинали только производить свою кинопленку, то в какой-то момент вдруг стало понятно, что вот-вот сейчас пленочка-то у нас и кончится. А поскольку кинематограф уже давал серьезные деньги в государственную казну, возникла переписка, и в конечном счете было царским правительством закуплено 7 тысяч пудов пленки, я вообще не представляю сколько это километров, наверное, очень много. Пуд, если кто не знает, это 16 килограмм. Считайте сами, сколько было закуплено пленки. И на этой пленке русский кинематограф дожил до 1918 года, и когда Скобелевский комитет наконец был национализирован, а на остатках этой пленки еще, так сказать, заря советского кинематографа восходило. Значит, еще немного по игровым фильмам, ну, поскольку Ханжонков, я все время к нему возвращаюсь, потому что, еще раз, это один из немногих, кто оставил подробные мемуары, чтобы вы понимали, как вообще происходили киносъемки. Это тоже 14-й год, вот что он пишет. Я не был сторонником тенденциозных военных картин, малохудожественных и неубедительных, однако к концу 1914 года пришлось уступить требованию наших прокатных отделов и согласиться на военную постановку. Наш выбор остановился на новой пьесе Леонида Андреева «Король закона свобода». Кульминационным пунктом драмы решили сделать героический эпизод столкновения бельгийцев, опять Бельгия с немцами, взрыв бельгийцами шлюзов для затопления своих плодородных полей. На житной улице в малом ателье большое еще строилось, было устроено затопление. На полу декоративной мастерской, примыкающей непосредственно к ателье, был разослан огромных размеров брезент, края его со всех сторон были приподняты кверху. Эту импровизированную цистерну наполнили водой. Рядом в ателье декорация изображала поле, на котором у костров отдыхали немецкие солдаты после нашествия на маленькую беззащитную страну. Результаты взрыва шлюзов были показаны очень просто. с таким напором и в таком количестве, что создалась полная иллюзия наводнения. Но это, скажем, ситуация, в которой Ханжонков, который старался работать честно, ну, по крайней мере, что-то придумал. Другие киноделы, они, в общем, не заморачивались на эту тему никоим образом. Вот. Теперь уточним, значит, первые трофеи, значит, первые киносъемки с войны хроникальные появились в хронике, которая называлась «Зеркало войны». Эту хронику подготавливал, в кавычках, Скобелевский комитет. Что же, собственно говоря, произошло? Дело в том, что в 2014 году Скобелевский комитет получил полную монополию на любую киносъемку хроникального характера военных действий. Никто, кроме людей, которые получали разрешение Скобелевского комитета, снимать не мог. Скобелевский комитет получил разрешение на съемку своих художественных фильмов. Но были нюансы. Дело в том, что у Скобелевского комитета не было ни специалистов, ни оборудования, ни кинопленки, у него не было приблизительно ничего. Что сделал Скобелевский комитет? Скобелевский комитет отдал право на киносъемку, он же монополист, он отдал фирме Патте. При этом фирма Патте занималась съемкой, а проявку Скобелевский комитет осуществлял в разных мастерских. Поэтому русская кинохроника, если смотреть интертитры, там чаще всего надписи вставляли те студии, которые занимались проявкой. И там можно найти значки и Патте, и Гамон, и Люмьера, и Ханжонкова, и прочее. В общем, кто проявлял, тот свой штемпель и ставил. Значит, Скобелевский комитет мог, как в свое время команда ЦСКА в советские времена, мог себе позволить, например, мобилизовать любого оператора, который был нужен. Таким образом в Скобелевский комитет попал на работу Эркл, тот же самый. Таким образом туда попал еще один очень знаменитый русский оператор Иван Доредо. О нем немножко подробнее. Он на самом деле Янис Доредо, он был латыш. Когда он первый раз увидел кино, он понял, что будет этим заниматься, сам поехал в Париж, познакомился с братьями Патте, получил специальность кинооператора и работал на фирму Патте. Скобелевский комитет его мобилизовал как ратника второго разряда, то есть это ополченец запасной. И дальше Доредо снимал кинохронику уже для Скобелевского комитета. Затем он уже после революции некоторое время работал в Советской России, потом снимал для белых он оказался если я не ошибаюсь в Киеве когда белые туда пришли потом он работал на белых потом он ушел с ними добрался до Соединенных Штатов стал американским кинооператором снимал Вторую мировую войну и в общем умер в Норвегии потому что последняя его жена была норвежкой был очень известным в мире кинооператором и где жил так и назывался поэтому последнее его имя по-моему официально было Джон Дарретт ну на самом деле это был изначально подданный Российской империи Янис Дарретта вот такие вот люди снимали русскую кинохронику вот ну еще немножко названий всяких киносюжетов значит давайте я зачитаю вам пленные в Москве раненые воины в Москве мобилизация лошадей в Москве молебствие на Красной площади по случаю дарования новой победы падение перемышля беженцы война в Польше великие битвы великой войны генерал и дюйтант Брусилов его штабы пленные взятые в последних боях немецкие кощунства над православными святынями бои под Барановичами предательское нападение турецкого флота на Черноморское побережье бомбардировка новороссийско-турецкими крейсерами Гамедии Бельславу встреча его императорского высочества великого князя Николая Николаевича наместника его императорского величества на Кавказе покоренные турецкие города Байбурт Эрзингян и Махматун и посещение их августейшим главнокомандующим Кавказской армии великим князем Николаем Николаевичем полеты над завоеванной землей в Анатолии Тартумское направление нашей Кавказской армии флот на пути к Трапезунду падение Трапезунда наши враги у нас в плену и так далее и так далее и тому подобное снято было много съемки как вы видите отличались необычайным разнообразием как я уже говорил в киножурналы попадала иностранная хроника как я уже говорил до уже даже после революции дела у кинематографистов до какого-то момента шли очень хорошо более того уже в 1917 году Ханжонков начал строить студию в Ялте то есть это первый человек который начал строить русский Голливуд для того чтобы у него было больше съемочных солнечных дней но все начало заканчиваться когда в России начались революции ну начнем с того что Скобелевский комитет в 1916 году в декабре он лишился своей монополии и русские кинематографисты русские кинематографические фирмы получили возможность снимать кинохронику самостоятельно более того к этому времени вернее уже после революции шестеренки грубо говоря бюрократические армейские начали кое-как проворачиваться и в журнале армейский вестник было опубликовано руководящее указание о порядке допуска на фронт частных фирм и предпринимателей для производства кинематографических снимков и по выполнению цензуры последних все киносъемки должны были которые осуществлялись на фронте предоставляться для цензуры главным цензором назначался генерал-квартирмейстер конкретного фронта на котором происходили киносъемки генерал-квартирмейстер это фактически начальник тыла допуск к съемкам производился на основании заявления в штаб фронта с приложением соответствующих документов о лице производящих съемки условия программа съемок контроль за работой операторов учет хранящихся у них материалов устанавливать штабом фронта и кроме всего каждый оператор наконец-то получал в качестве сопровождающего лица офицера ну то есть собственно говоря это нужно было сделать изначально и как бы армия должна была заниматься информационной политикой но на это видимо было то ли всем наплевать то ли до этого не было никакого дела одновременно где-то начиная с 15-го года началась переписка по поводу введения в России монополии на кинопродукцию потому что наиболее вменяемые чиновники уже поняли что дело идет действительно об огромных деньгах они поняли что процессом надо каким-то образом управлять завязалась переписка и к моменту свержения монархии эта переписка не была окончена поэтому монополию на кинопродукцию фактически ввели только большевики сделали они это только в 30-е годы окончательно частный кинематограф в России последний по-моему и в деле кстати в этом Ханжонков вернувшийся тогда из эмиграции в Советский Союз последнее дело которое окончательно прихлопнуло частный кинематограф в России это дело студии Межрапом фильм после чего негосударственный кинематограф на территории Российской империи закончился наконец чем же все кончилось с российским кино Первой мировой войны последние сюжеты которые были сняты в Первую мировую войну это одну секундочку я сейчас найду где у меня это был собственно говоря первый сюжет вернее первый из них это в дни мирных переговоров на фронте это были последние кадры которые были сняты именно во фронтовой обстановке там были изображены братания с немцами митинги всякие прочее прочее это был уже февраль-март 1918 года и наконец два сюжета мирные переговоры в Брест-Литовске и Брест-Литовское перемирие на последнем была показана процедура приезда в Брест-Литовск советской делегации во главе с Троцким ну собственно говоря участие России в Первой мировой войне закончился закончился и кинематограф Первой мировой единственной весной 1918 года уже уже 18-й год уже большевики власти уже гражданская война в стране начинается журнал кинонеделя главным монтажером которого был прогремевший в будущем Дзигавертов выдал сюжет о возвращении русских офицеров из германского плена там взаимозачеты шли мы возвращали немцев немцы возвращали русских офицеров и особо упиралась на то что вот повязка на рукаве русских офицеров на которых было написано КГ то бишь Крикс Гефангенда военно-пленный она была придумана немцами для того чтобы специально русских людей унизить в общем на этом Первая мировая война в русском кино закончилась Я все задавайте вопросы задавайте вопросы спасибо у нас перерыв получается 15 субтитры субтитры Продолжение следует...